Если стоите сейчас, то лучше присядьте, потому что свежими рывками и прорывами делиться буду. В России предложили создать Министерство секса, не поверите? Для повышения рождаемости, естественно. Но мы же с вами знаем, что сейчас это главная политическая повестка, поскольку страна скатилась в демографическую яму в прямом смысле вымираем. Эксперты говорят, уже к 30-му году нас может стать меньше примерно на 7 миллионов человек к 50-м, 70-м. Численность населения РФ и вовсе сократится до 110-120 миллионов. Это еще оптимистичный сценарий. По прогнозам ООН, если ничего не изменится, то через полвека в России останется 120 миллионов человек. Свои сценарии представил Институт демографии Вишневского высшей школы экономики. Всего их 30. Самый худший предполагает сокращение числа живущих в стране до 67,5 миллионов человек к 200-му году. Избежать этого можно за счет мигрантов. Ну, что делать будем, россияне? Ну вот и решили, значит, светлые головы в этой связи направить в Государственную Думу. Рад с предложением. А давайте создадим вот это вот самое Министерство секса. Сейчас остановимся, но нам подробнее. Реальная журналистика из полей доносится на лейке. Мы сегодняшнего выпуска. Поехали! Теперь, значит, в чем суть-то идеи? Итак, предлагается ежедневно и по всей стране отключать электричество и интернет в период, скажем, с 10 вечера до 2 часов ночи. Ибо нечего в интернетах сидеть и в телек пялиться делом. Займитесь лучше дальше. Нужно создавать сайты знакомств, причем свои, родные, отечественные, на базе госуслуг, например, и помогать тем, кто уже познакомился в устроении свиданий. Во всяком случае, первых, деньгами помогать. 5 тысяч из бюджета на каждую новую пару. Не дешево, а что делать? Схема денег нет, но вы держитесь, показала себя как малоэффективная. Молодоженам тоже неплохо было бы денежкой помочь на первую брачную ночь. Ну, например, в номере отеля, там до 26 тыр, по-моему, вдруг им и негде. А вот контролем за всем, за этим, как раз и займется то самое министерство секса, к слову. От себя добавлю, вот министром, как по мне, можно назначить, например, Мизулину. Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я шамана и гимн России, больше ничего. Либо Захарову. Ну, либо Ольгу Глацких. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Государство их не просило вас рожать. А чего вы смеетесь? Думаете, что я сейчас новости с панорамы зачитал? Нет! Это реальная история. Такая инициатива действительно имеет место. Авторами выступили ребята из агентства ГлавПиар. Серьезное, кстати, агентство. Занимались продвижением Бургер Кинга, например. Так вот, предложение свое они оформили как положено. Пакет документов с обоснованиями, явками, паролями, подписи, печати. И действительно передали все это на рассмотрение в Государственную Думу на имя председателя комитета по защите семьи госпожи Останина. Их, а значит, что эта история еще получит свое продолжение. Теперь Останина что-то должна ответить. Обязана даже. Если без Стёба, ну я-то понимаю, зачем оно сделано на самом деле. Первое, ну пропиариться, разумеется, ребятишки решили таким вот образом. А второе, и вот это вот уже важнее, как мне кажется. Видимо, захотели потроллить наших народных избранников, в смысле депутатов. Может хоть так, наконец, за ум возьмутся, а то парламент ведь уже в какое-то посмешище превратился. Инициативы там возникающие, одна бредове другой. Давайте примем закон, запрещающий класть майонез в шаурму. Или запретим мужикам ходить в спортзалы и салоны красоты, мол, где экстремистским ЛГБТ попахивает. Об этом, кстати, мы рассказывали еще летом. Еще про запрет работать не по специальности, туда же про налог на шашлыки, про борьбу с колдунами. Ну или вот. Тебе правительство валежник собирать разрешило? Ягоды, грибы? Ну так лопай, наминай за обе щеки, наслаждайся жизнью. Согласна. И это только то, о чем я вспомнил. А сколько тех бредней от депутатов еще прилетало? Ну, может, правда, пора уже остановиться, а? Хотя, опять я чего это размечтался? Ладно, посмеялись и будет, а в правительстве меж тем констатировали неспособность России выращивать свои овощи и многие другие культуры без иностранной помощи. Да, такое заявление сделал лице-премьер Патрушев на форуме «Знания первые». По словам чиновника, селькозпроизводители пока не могут, буквально цитирую, рассчитывать только на себя, выращивая ту же сахарную свеклу, подсолнечник или кукурузу, поскольку в плане самого главного семян, они по-прежнему зависят от импорта. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. К слову, сейчас будет ваша любимая «Здесь нам необходимо совершить рывок», а именно в сжатые сроки. Вывести на рынок сорта и гибриды, которые устраивали бы отечественных аграриев и давали им нужный результат. Брау! Что я могу сказать, особенно про рывок очень понравилось. Тем не менее, производство должно опираться на собственные материально-технические ресурсы. А это уже межведомственная задача. Так, для получения качественных семян нужна кооперация науки селекционеров и аграриев. В части биотехнологий, научного сообщества, промышленности и потребителей. Ничего не поняли, да? Ну, тогда попытаюсь перевести на более понятный язык, а заодно позволю себе дополнить вице-премьера. Начну сразу с конца. А дело в том, что проблемы, которые объединяют всех аграриев в текущей парадигме, они даже не столько технические, нет, сколько финансовые, банально. Вот если говорить о селекции тех же семян, почему мы их закупаем-то за бугром? А потому что селекция-то очень трудоемкий, очень долгий процесс. Это не просто палку в землю воткнул, водичкой из лужи полил, как герой сказки и жди. Когда на утро вырастет дерево, вместо листьев у него золотые монеты. Нет. Для того, чтобы получить семена, тем более качественные семена, для некоторых культур может потребоваться и два года, и даже три. В каких-то случаях вообще пять. То есть, задумайте. С момента, когда фермер решил заняться вот этой вот самой селекцией, до момента, когда он первую свою прибыль получит, может пройти несколько лет. И вот теперь мы подошли к самому главному. А напомните мне, кто-нибудь, какова у нас сегодня ключевая ставка Центробанка? Ну, мы допускаем дополнительное, и допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре. Именно. Ставка ЦБ уже сейчас составляет 21%, в декабре может повыситься до 23%, а значит, под какой процент будут выдавать кредиты коммерческие банки, как думаете, да уже выдают. Внимание, вопрос. И что делать тому фермеру? Ну, сколько в конечном итоге он заплатит этому банку только процентов за несколько лет? Вот. Повторюсь, с момента, когда производитель решил заняться селекцией семян, до момента, пока он получит свою первую прибыль, может пройти вот такой временной промежуток. Какой идиот в данную кабалу вообще захочет полезть? Острая тема. Больше скажу, банки и без того неохотно дают кредиты аграриям, хотя неохотно, это еще мягко сказано, не хотят. Почему? Да потому что сельское хозяйство это очень рискованный бизнес, на него влияет миллион факторов, которые учесть просто физически невозможно. Холодное дождливое лето, все, урожая нет. Засуха? Урожая нет. Червяк какой-нибудь в земле завелся, сожрал все корни? Урожая опять нет. Белокрылка, саранча, еще конч холера напала, и фермер снова остался без урожая, а значит без денег. Банку отдавать нечем, банкиров это не устраивает. Банкиры хотят гарантии, они хотят бабки. Желательно здесь и сейчас аграрии для них, это лотерея. Абсолютно невыгодный клиент, токсичный даже. Ставь на красное, ставь на черное. А все равно выиграет заро. Хотя, с другой стороны, здесь, по-моему, и так все очевидно. Потому что единственным выходом из создавшегося положения могла бы стать ситуация, когда сельхозпроизводителя возьмет под свое крыло государство. То есть, если оно даст гарантии тем же банкирам, что в случае, если фермер прогорит по независимым от него причинам, бюджет компенсирует банку его затраты. Но государство таких гарантий давать не хочет. Кроме того, есть еще одно но, мы же с вами в России живем, где уровень коррупции, мягко говоря, ну, вы сами понимаете. Даже если сейчас пофантазировать и предположить, что государство все-таки решилось пойти вот на эти условия по поддержке аграриев, ну, о которых выше сказал, господи, то уже завтра в нашей стране появятся тысячи фирм-однодневок, аффилированных чиновниками в первую очередь, которые, конечно же, захотят погреть на лодом руки, а настоящим фермерам в очередной раз ничего не достанется. Знаете, я почему с недоверием отношусь к заявлениям Мишустина, Мантурова, кто там еще про это говорит, да, вот не важно, как фамилия, да, вот наших руководителей, ну, хотя бы потому, что они не первый год во власти. Люди, которые 20 лет, вот, значит, как мантру одно и то же говорили, но при этом не делалось на самом деле в пользу развития страны России. Вот и весь секрет Полишинеля, и не надо этих заявлений, мы должны сделать какой-то там рывок, ну, очередные разговоры ни о чем. Игра на публику не более, а впрочем, но жираф большой ему видней, как говорится, и дай бог, чтобы я ошибался. Все, переваривайте, это была реальная журналистика, сегодня вот так, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok